То, что мы делаем, тем мы и становимся. Интуиция – самый ценный инструмент, который у нас есть, самый важный компас в жизни. Единственный способ выиграть в жизни – это на 100% быть собой. Креативность – это привычка, а не талант. Добро пожаловать на шоу «Подражая мастерам». Его цель – познакомить вас с людьми, которых я уважаю и у которых с радостью учусь. Перенимаю их опыт и мудрость и надеюсь, сегодня вы также сможете чему-то научиться. Сегодня у нас в гостях большой друг нашего канала – Чейз Джарвис. Он является создателем компании Creative Life и на днях у него вышла книга «Зов творчества». Да, буквально во вторник. Круто. Со своей я снял суперобложку, чтобы не порвать в дороге. Сейчас я путешествую. Чейз, добро пожаловать к нам. Спасибо, друг. Люблю ваше сообщество и с радостью проведу с вами время. Я только начал ее читать, отложил другую книгу, потому что хочу полностью погрузиться в эту. Во-первых, мне понравился посыл. Каждый из нас – творец. Многие люди считают, что они не творческие, не креативные, но ты говоришь – это чушь. Вы тоже творческие. Просто еще этого не поняли. Я утверждаю, что, первое, каждый человек – творческая единица. Второе, креативность – это мышца, привычка, а не талант. Майя Эджелоу говорила, творчество – это бесконечный ресурс. Чем больше черпаешь, тем больше имеешь. Так что, если вы будете подходить творчески к ежедневным задачам – написанию кода, приготовлению пирога, построению семьи или бизнеса, если ежедневно будете качать эту мышцу, то вскоре осознайте, что нашли инструмент сотворения своей жизни. Думаю, зачастую люди не осознают, что все те, кто их вдохновляют на Ютубе, в Инстаграме или еще где-то, не просто демонстрируют им свою неординарную классную жизнь, но показывают жизнь, которую они создали. И если вы посидите и поговорите с этими людьми, как я сам неоднократно делал, то вы поймете, что они сознательно и целенаправленно творили свою жизнь. Так же, как вы ежедневно готовите завтрак. Просто масштаб иной. Согласен. Ты сейчас дома? Я в отеле в Нью-Йорке. О, я тоже в Нью-Йорке. Я приехал ночью в 2.15 и через 4 часа уже улетаю домой. Успел провести пару встреч. Оказывается, мы могли лично пообщаться. Я бы с радостью. Следующий раз согласуем наше расписание. Но вернемся к креативности. Большинство людей воспринимает ее как привилегию творческих людей. Артистов, художников, музыкантов. Но ты говоришь, нет, программирование это творчество, предпринимательство творчества. Как людям раскрыть в себе креативность? Творчество. Мы привыкли, что творчество это картины рисовать и музыку сочинять. Но я не собираюсь вам советовать скорее брать кисть в руки, надевать береты и ехать в Париж. Я говорю не об этом. Я говорю, что каждый из нас творит ежедневно. Ежедневно мы принимаем решения. И когда мы что-то решаем, мы буквально создаем, творим. Сейчас мы с тобой также создаем нечто цельное, прекрасное и полезное. Я именно так понимаю креативность. Всякий раз, когда мы комбинируем что-то вместе, мы уже творим. Все, кто сейчас подумал, да, на 100% согласен, мы уже одна команда. Отлично, друг друга понимаем. А кто-то подумал, но мне говорили, что я не творческий. А может, я могу быть нетипичным клерком в галстуке? Запомните, жизнь происходит не с вами, она происходит для вас. Прислушивайтесь к интуиции. Многие слышали, о, чувак, предпринимательство это слишком рискованно. Но знаете, что гораздо рискованнее? Делать то, что советуют вам окружающие. Ваши родители, друзья, начальник, даже ваша супруга. Они советуют вам из лучших побуждений. Они не хотят, чтобы вы переживали. Хотят, чтобы вы были в безопасности, не подвергались риску. Но нет ничего более рискованного, чем пытаться быть кем-то еще. Единственный способ выиграть в жизни, это на 100% быть собой. Многие смотрят вокруг и думают, надо же, как им это удается. Но все ответы находятся внутри вас. Загляните внутрь себя и спросите, если бы я писал собственный сценарий, не учитывая всех ограничений, даже если у вас ипотека и двое детей. И это непрактично. Представьте на секунду, чего бы вам хотелось в карьере. Личной жизни, духовной жизни. Вы все это можете сотворить, так же, как люди, которыми вы восхищаетесь. И я даю такую формулу. Мне интересно, почему тебя это волнует? У всех есть миссия, цель. Но вспоминая тебя много лет назад, когда ты был успешным фотографом, ты делился всеми секретами с людьми, а представители индустрии не сильно были рады, что ты все разболтал. Но ты хотел вдохновить других фотографов, говоря, вы можете достичь того же, здесь нет какой-то магии. Зачем ты запустил Creative Life с отличными тренингами для развития креативности, а теперь выпустил книгу «Зов творчества»? Почему тебе так важно пробудить творчество в людях? Думаю, что больше всего людей мотивируют люди, которые делятся собственным жизненным опытом. Помню, как во втором классе моя учительница сказала моей маме, что спорт дается мне гораздо лучше, чем творчество. Мне было восемь лет. Я только что снял свой первый фильм, начал рисовать комикс, и вот я слышу это от своей учительницы. Не скажу, что это сломило мой дух, но мы существа социальные. Нам важно вписываться. И я поступил так, как сказала мисс Келли. Я забросил творчество и обратился к спорту. Это тоже мне помогло. Я получил футбольную стипендию и поступил в колледж, играл в команде олимпийского развития, но годами отрицая свою творческую сторону, я начал ощущать себя слишком некомфортно. При этом сам не понимая, почему. Со стороны все казалось хорошо, но внутри я чувствовал пустоту и разъединенность с собой. Когда мне было 22, мой дедушка умер от сердечного приступа за неделю до моего выпуска из колледжа. Это было ужасно. Но незадолго до этого он отдал мне свои фотоаппараты. И вот он ушел, а у меня остались его камеры. И все мое вытесненное творчество захватило меня с новой силой. По сути, это стало моим опытом познания и освобождение себя. И когда я пришел к этому, жизнь перестала происходить со мной, а стала происходить для меня. У меня появилась энергия, жизненная сила. Я всегда интересовался фотографией, но я не говорю лишь о ней. У каждого из нас есть что-то в прошлом или есть то, что нам хотелось бы делать, но мы не делаем. И я советую вам обратить на это внимание. Наша интуиция – самый ценный инструмент, который у нас есть, самый важный компас в жизни. Но нас научили его игнорировать. Так что я говорю об этом, потому что мне достижение чужих мечт стоило сотни тысяч долларов студенческого долга и десяти лет жизни. Я учился в медицинской школе, профессионально играл в футбол, но в тяжелый момент я осознал, что хочу заниматься именно этим. И моя жизнь преобразилась в мгновение ока. Так же было и у Ричарда Брэнсона, и у Бренны Браун, у Тима Ферриса, и у Арианы Хаффингтон. У всех был подобный опыт. Когда они решили заняться тем, чем им было суждено, их жизнь трансформировалась. И я хочу, чтобы все знали, у каждого из нас есть свой дар. Если, скажем, некоторые учителя захотят провести эксперимент и решат использовать твою книгу в качестве учебника в течение семестра. Она, кстати, очень понятна и легко читается. Не знаю, читали ли ее дети, но думаю, и они бы смогли разобраться. Там очень много материала, который был бы полезен в школе. Какие упражнения ты бы посоветовал использовать учителям? Интересно, что ты об этом спросил, потому что вчера на NBC я рассказал, что запустил программу каждому учителю Сиэтла по книге. В Сиэтле работает 3192 учителя, и я рекомендую вам приобрести книгу для себя. Но если вы перейдете на creativeselling.com, вы сможете пожертвовать учителям одну, десять, сотню книг, сколько пожелаете. Так что я как раз провожу такой эксперимент, и посмотрим, как он пройдет. Если вам не чужда благотворительность, то переходите на сайт. Это первое. А второе, я хочу прежде всего вдохновить учителей, потому что они влияют на стольких детей, и я верю, что креативность может дать им очень многое. Да, лепить и рисовать здорово, но мы также знаем, что креативность – это секретное оружие самых крутых компаний, и они щедро в нее инвестируют. Инновации – это лишь воплощенная креативность, творчество. Все, что мы видим вокруг – творчество, буквально все. Мебель, картина на стене, кровать – все это было сотворено. Так что не воспринимайте креативность, как умение рисовать и играть. Креативность – это способность воплотить свои идеи в мир. И я обращаюсь к учителям, чтобы они преодолевали рамки мышления, и несли эту идею ученикам. У каждого учителя в среднем от 30 до 150 учеников, и как бы было здорово, если бы мы смогли вдохновить учителей. А что им делать? Вот они прочли книгу, там есть упражнения, ты даешь тесты на разные типы личности и все такое. Но как помочь таким же ученикам, как маленький Чейз. Вдохновлять. Вдохновлять – не бросать рисовать комикс. Вдохновлять… На самом деле, если во втором классе вы спросите, кто хочет выйти нарисовать для меня рисунок, все ученики поднимут руку. Сто процентов второклассников скажут «Я». Уже один этот пример говорит о том, что каждый из нас креативен. Но в восьмом классе рук будет в 2 раза меньше, а в десятом – меньше в 4 раза. Так система подавляет нашу творческую жилку. Поэтому наша задача – вдохновлять детей продолжать заниматься тем, что они любят. Если спросить успешного предпринимателя, как он стал таковым, он скажет, что просто нашел свою страсть. Нашел задачу, которую хотел разрешить. Придумал продукт, которого до этого не было и который решил мучившую его проблему. Но вы никогда не услышите от самых топовых предпринимателей мира «Ну, я увидел хорошую возможность на рынке». Никогда. Обращайтесь к тому, что для вас важно. К тому, что находится внутри. Но почему-то второклассников мы чаще учим обратному. Делайте то, что любите и учите этому детей. Давайте внедрять это в нашу культуру. Всем хочется получить карту. Начинайте здесь, пройдите по пунктирной линии и доберетесь до места назначения. Этому нас учат в школе и дома. Закончишь этот колледж, получишь такие-то оценки, устроишься на такую-то работу, отработаешь 40 лет, получишь золотые часы и на пенсию. Это карта. Но карты не работают, их не существуют. Если когда-то они были, их время безвозвратно ушло. Все, что у нас есть, это компас. И он указывает направление. На наше призвание. Но нас приучили его игнорировать. И я хочу, чтобы все вновь стали к нему прислушиваться и следовать согласно ему. И второклассники, и старшеклассники, и взрослые. Все, кто сейчас нас слушают, сидя в пижаме где-нибудь в Огайо, «О, у Эвана новый эфир, послушаю-ка». Есть огромная пропасть между тем, что мы делаем со своей жизнью прямо сейчас и что мы хотим делать. Мы рассказываем себе миллионы историй, почему это тяжело, неудобно и прочее-прочее. Но моя книга поможет вам понять, что все это лишь истории, и расскажет, как по кирпичику выстроить новую жизнь. И последнее, что я хочу сказать по этому вопросу – вы можете быть очень далеко от цели. В десяти тысячах часах работы, двух годах от результата, но по факту вы всего лишь в одном-двух решениях от желаемой жизни. И это очень заряжает. Можно сказать, в пяти годах. А можно сказать, в двух решениях. В решении что-то сделать и в решении начать действовать. Меня это очень вдохновляет. Ты говоришь, что креативность – это мышца и есть у каждого нашего зрителя, сидящего в пижаме в Огайо. У многих она слаба. Они едва могут поднять два килограмма, но они стараются. Если креатив – мышца, нужна регулярная практика. Как ты порекомендуешь нашим зрителям внедрять креативность в жизнь на ежедневной основе? Первое и главное – запомните и не забывайте, что все, что вы делаете – это творчество. Очень простая идея. Как первый шаг к осознанности. Это понимание. В медитации ты принимаешь решение фокусироваться на дыхании, мантре или чем-то еще, и здесь ты также решаешь просто помнить об этом. Когда ты готовишь пасту для своей семьи, если ты всякий раз делаешь ее одинаково, попробуй чуть-чуть изменить рецепт. Добавь больше базилика, положи свинину вместо индейки, говядину вместо курицы и так далее. И когда ты начнешь так действовать с любовью и внимательностью, то кто-то обязательно скажет «Отлично! Мне нравится новый вариант». И это будет акт творчества. Когда пишешь код, не думай, что просто выполняешь работу для начальника. Это твоя возможность применить свой интеллект для создания того, что поможет людям. Ты творишь. Так что первый шаг – это осознание. А когда ты начнешь осознавать, то ты оглянешься вокруг и скажешь «Так ведь творчество повсюду! Мне не обязательно всегда ходить одной дорогой на работу. Я могу пройти дворами». И ты уже почувствуешь, что создал для себя новый опыт. То же самое с работой. Если ты работаешь в Майкрософт, ты инженер или менеджер проектов, а хочешь работать в собственном кафе, тебе не нужно сразу закупать дорогостоящее оборудование и нанимать персонал. Начни по воскресеньям готовить булочки для своей семьи. Потом начни приглашать на чай своих друзей. Потом попробуй готовить кофе. Совершенствоваться в этом. И когда ты сделаешь много таких маленьких шажков, ты поймешь, нравится тебе это или нет. Я говорю об этом в книге и думаю, ты уже дошел до этого момента. Это третья или четвертая глава. Больше делай, меньше размышляй. Мы всегда хотим продумать все до деталей. До мелочей. Нет-нет, просто начни. И начинай, пока не готов. В других своих интервью ты говорил, что у тебя есть ежедневный распорядок. Одиннадцать или двенадцать вещей, которые тебе необходимо сделать. Не знаю, так это сейчас или нет? Да, так. Только что вылез из-под холодного душа. Да, холодный душ? Одна из этих вещей? Да. Можешь ли ты посоветовать зрителям добавить пункт «Быть креативным» к своему списку задач? В моем списке он есть. И уже шесть лет я ежедневно стараюсь целенаправленно что-то создавать. Даже если это просто фото. Даже в самый напряженный день я выкраиваю время, чтобы осознанно сделать 3-4 снимка. Я просыпаюсь пораньше, сегодня я рано проснулся и сделал запись в дневнике. Небольшую, потому что сейчас у меня куча дел. Но кое-что я записал, описал, что чувствую, что хочу изменить и что мне очень нравится, за что я благодарен. Это так просто, но одновременно так мощно. Но вот проблема. Ты можешь хотеть пойти в зал, но если ты не выделишь время на тренировки, то и в зал ты так не попадешь. Люди могут смотреть и пересматривать это видео, но на утро они проснутся и забудут о том, что слышали. Это верно. Я разработал такую схему – креативная пирамида. Нижняя часть – это мышление. Ты должен верить, что получишь результат. Должен понимать, что такое креативность и осознавать, что у тебя есть сила управлять своей жизнью. Это мышление. Второй слой – это набор привычек. Если ежедневно вы вырабатываете необходимые привычки, то в итоге вы достигнете цели, которая расположена в верхней части пирамиды. Египтяне знали, что если у пирамиды нет основания, значит она не сможет существовать. Ваши привычки – это связка между мышлением и целью. То, что вы делаете ежедневно. А то, что мы делаем, тем мы и становимся. От глагола к существительному. То, что мы делаем, тем и становимся. Мне нравится. Хорошая фраза. Да, это истина. Все начинается с действия. То, что мы делаем, тем и становимся. Класс. Так, ты куда-то пропал, но вот теперь все нормально. У нас осталось пару минут, и я хочу спросить еще вот что. Эгоистичный вопрос. Ты описываешь разные типы характеров, и я соотношу себя с бойцом. Расскажи нашим зрителям, кто такой боец, и хотя в целом я и считаю себя творческим человеком, но всегда есть к чему стремиться. И что сдерживает бойца? Я выделил несколько типов мышления, которых все мы можем придерживаться в разные периоды жизни. Тут и боец, и застрявший, и задающий приоритеты. Задающий приоритеты всегда найдет то, что будет важнее творчества. Мне надо оплачивать счета, надо забирать детей из школы. Они не действуют осознанно и не понимают важность своих действий. Нельзя сразу прийти от нуля к десяти. И это и не нужно. Не нужно видеть все предстоящие шаги. Достаточно видеть три-четыре и следовать по этому пути. Может быть огромная пропасть между тем, где ты находишься сейчас, и тем, где ты хочешь быть. Но, как я уже сказал, тебе не нужна карта. Просто следуй согласно своему компасу, придерживайся верного направления. В книге вы найдете гораздо больше полезных советов, и я не выдумал их из головы. Я разобрал свою собственную жизнь и жизни самых крутых деятелей современности – Ричарда Брэнсона, наставника и инвестора, который также инвестирует в Creative Life, Тима Ферриса и многих других. С каким из типов ты больше ассоциируешь себя? С бойцом. Отлично, мы оба бойцы. Знаю, у нас уже выходит время и связь перерывается. Книга называется «Зов творчества». Ее можно купить на creativeselling.com, Амазоне и прочих ресурсах. Да, во всех книжных интернет-магазинах. И если вы оформите заказ, то получите много крутых бонусов от creativeselling.com. Например, на Creative Life у нас есть класс для купивших эту книгу. Так что смело переходите и подгружайте чек. Есть небольшой закрытый чат ответов на вопросы, где я лично отвечу на ваши вопросы. И, кстати, на классе, который я упомянул, у нас будет особенный гость. Имя раскрывать не буду. Так что покупайте книгу на любом ресурсе, переходите на creativeselling.com и получите много дополнительных бонусов. Буду очень рад, если вы присоединитесь к нашему классу и с удовольствием отвечу на ваши вопросы в чате. А если кто-то захочет купить книги для учителей, это тоже можно сделать на creativeselling.com? Да, это будет потрясающе. Только вчера я объявил об этом на телевидении и уже множество людей откликнулось. В Сиэтле 3200 учителей и уже одну восьмую из них вы обеспечили книгами. Так что ожидаю, что к концу недели мы сможем достичь нашей цели. Кто хочет присоединиться, буду очень благодарен. Я плачу доставку книг до каждого из учителей. Присоединяйтесь к акции, а об остальном я позабочусь. Уверен, это будет отличный эксперимент и с радостью продолжу его в других городах. Отличная идея, мне нравится. Ссылка на сайт будет внизу. Чейз, спасибо, что уделил время и удачно тебе добраться домой. Спасибо, Иван, и спасибо, что позвал к себе на шоу. Береги себя! Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других, и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу.